Продолжение следует... 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 Есть вещи, которые очень трудно переживаются, потому что когда мне говорят, покажите свою гримерку, и я иду, не ведая ни о чем, думаю, сейчас открою дверь, покажу, где я сидела, хотя это тоже, в общем-то, игра, потому что это здесь не одна гримерка, где я сидела, но, тем не менее, основная, где я многие годы гримеровалась, отсюда я выходила на сцену, дверь напротив как раз сцены, и вдруг меня никто не предупреждает, я захожу в гримерку, и это оказывается какой-то фойе, сейчас, так, комната отдыха, ну, тоже хорошо, но игры не получилось, чтобы я зашла, села. Не нравится мне вообще это понятие, педербургская актриса, родина не там, где ты родился, а родина там, где ты нужен, где ты востребован, а дальше все идет уже, так сказать, от той грядки, на которую ты попал, удобрена эта грядочка, то бишь, есть интересный режиссер, ведь, как бы там ни было, а, ну, вторичный мы, что же, уж здесь, я в этом убедился, есть главный режиссер, есть актеры, есть театр, нет главного режиссера, какая бы труппа у тебя ни была, я имею в виду главного режиссера не по должности, а по творческому положению, вот, не будет ничего, потому что был Геннадий Михайлович Апарков, были мы, было очень интересно, в основном интересно, это не значит, что мы все время были, как-то на пике, на каком-то, но была она очень интересная творческая жизнь, его не стало, и мы быстренько все развалились. И на каких вы шутят? Позвольте вас спросить. Ну, на каких? Ну, по чем я знаю, на каких? Наши выездные единицы. Выездные я, а где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Много, уважаемые, я преклоняюсь перед вашим талантом, я готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу. Но если мне надо ехать, это странное дело. Много, уважаемые, вы не знаете, что значит хозяйство. Старая история, в таком случае я немедленно уезжаю в Москву, прикажется нанять мне лошадей и деревья, иначе я уйду на танцую пешком. Эра Зиганшина. О ней говорить кажется, что легко. Но вот хочу начать с того, что мне в ней ближе всего и дороже, и сразу трудно. Трудно, прежде всего, потому что, когда я вспоминаю ее первый приход на репетицию Фердинанду, вот она вошла, а за ней замечательный режиссер Геннадий Аборков. Она первая артистка его театра. И то, что она этого не стеснялась, а с этим пришла открыта к другому совершенно режиссеру, меня потрясло. Я думаю, что она ожидала, что я буду, ну так мягко сказать, ее переучивать. Но это была бы, с моей стороны, величайшая глупость. Может быть, здесь мне и не нужен разбилая эта тмофория? Красивый Варенок. Началось опять. Ты давно не видела его. Я хочу попитаться. Оттек тепло ночи. Так, я очень... Запишите, пожалуйста, что нету у Венского стула. Ты только подумай, я влюбилась в его смех. Это из-за него я потеряла голову. Барон Кастальдо был блондинк. Как я? Да, как ты. В нем наверняка была примесь нормандской крови. А самый красивый мужчина – это неаполитанцы, блондины. А в них красота итальянца и мягкость иностранца, нежность иностранца и страсть, какая бывает только здесь, где кровь согрета красным вином, упаляющим солнцем. Ну, Мадонна, какие глупости ты заставляешь меня говорить. Если вы были на премьере, то вы помните, сколько цветов получила эра. От итальянского консула, от мэра Собчака. А, невероятное количество от друзей, от актеров, от журналистов. Ну, ото всех. Потом был банкет вот в этом вот сарае, который, старый театр такой. Все было очень трогательно, все восхищались, говорили комплименты. Какая она замечательная актриса, какая она бесконечно талантливая. И Роман Григорьевич Виктюк это говорил, все это говорили. И вот банкет закончился. И пошел ливень, настоящий петербургский ливень стеной. Все девочки, которые были на этой премьере, они тут же вошли в машины спонсоров, которые, видимо, спонсировали этот спектр. И все разъехались. И остались мы с Эрой вдвоем с огромной охапкой цветов. Ну, Эра и сказала, ну вот, Таня, ну ты посмотри, вот мы с тобой достигли по жизни чего ни попадя. А нам придется вот идти пешком. И мы стали очень хохотать, и вот с охапками цветов, мокрые, у нас не было зонтиков, под проливным дождем вошли в метро, технологический институт. Субъективно у каждого уехавшего отсюда, конечно, своя причина. У меня такая. У Наташи Тиняковой с Сережей Юрским другая. У Аллы Балтер с Виторганом третья и так далее. У Камы с Гетой четвертая причина. Наверное, у каждого своя. Но если на это посмотреть, так попробовать, во всяком случае, со стороны, то вдруг вырастает огромная объективность такая, в общем-то, страшненькая. Такое впечатление, если попробовать на это со стороны посмотреть, как будто нас город выжил, как из тюбика. Вот. И нет нас. И я права. Человек, который работал и искал свою нишу в городе Ленинграде, он обязательно найдет свое место, и хорошее место, и прозвучит в Москве. Я не случайно сыграл эту тему, поскольку это музыка из спектакля, последний из спектакля, в котором играла Эра. И этот спектакль нас практически познакомил. Это, так сказать, постановка нашего замечательного режиссера Геннадия Паркова, которого уже, к сожалению, давно нет с нами. Но именно он стал тем человеком, который познакомил меня с Эрой. Ее достаточно здесь и знали, и любили те, кто по-настоящему, так сказать, ценят искусство. Но, тем не менее, так сказать, вот что-то не было, по-видимому, сделано для того, чтобы ее здесь удержать. И это бесконечно жалко. Прежде всего, так сказать, обидно и больно для искусства нашего города, потому что не так много таких замечательно талантливых и одаренных людей, внутренне, спонтанно одаренных, как Эра Зиганщина у нас в городе. Тем более, что таких людей становится все меньше и меньше. Все уехавшие из Петербурга – это цвет, если хотите, московской театральной культуры. Большинство, во всяком случае. Во всяком случае, то большинство, которое могло бы точно так же быть в Петербурге, но это было бы достоянием Петербурга, а не Москвы. У нас всегда было какое-то вот творческое единоначалье. Был Георгий Александрович Товстаногов. Все. Определял только все он, а даже не столько он, сколько его окружение. Потому что ему-то купаться во всем этом было, ну, как бы там ни было, а все руководители театров, по сути дела, в Ленинграде, были его ученики. А если ты не его ученик, значит, в стороне. Я не хочу говорить чего-то плохого о Георгии Александровиче, естественно. Это наш театральный гений, ради Бога. Я говорю, что больше там влияло на всю эту атмосферу. Его окружение. Оно составляло все это. Но по какой-то причине очень яркие творческие личности, которые не являлись его учениками, оставались неудел. И это целая плеяда. И она ушла вся. И когда вся школа Георгия Александровича выросла, то, по сути дела, некому было дальше двигаться-то. И отсюда пошел актерский отток. Вечерний звон Хармога, дух Наводит он О юных днях, в краю родном, где я, любви... Когда мы репетировали «Чайку», а репетиции этого спектакля, они были все время в атмосфере шуток, хохмы, розыгрышей. Это входило в условия Паркова, потому что он все время говорил, какие вы интересные за кулисами, ну вот хоть чуть-чуть бы на сцене это было. И он это в нас воспитывал, чтобы это все как-то перелилось на сцену. И тогда мы... Какая-то такая игра у нас была... Каждому дали клички от названия «Папирос», «Сигарет», почему-то. Кто-то был «Памир», кто-то был «Дымок», кто-то был «Друг», но что Эра Гарафна прима, тут сомнений никаких не было. Вот, мы с ней познакомились. Это была моя первая работа в этом театре, и мы с ней играли Алексею и Ольгу спектакль. Я играл Алексея, она играла Ольгу. Ну, хулиганка это была. Хулиганка. Собственно, она и осталась такой. При всех... То, что она сейчас мэтр и, конечно, на мой взгляд, лучшая актриса России, на мой взгляд, все равно она хулиганка. Здравствуй, дочка! Ах! Здравствуй, мать! Как поохотилась, дочь? Отлично, мать! Ого! А ты? Я ничего. Добыла золотую карету, четверку коней и маленькую девочку. Девочку! Ха-ха-ха! Девочку! Ха-ха-ха! 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 Я беру девочку себе! Ха-ха-ха! Протестую! Это-то еще что за старый сухарь! Мама! Затрели-ка его! Ха-ха-ха-ха! Не бойся, девочка! Пока я с тобой не поссорилась, никто тебя пальцем не тронет! Ну! Идем за мной! Ура! Ха-ха-ха! 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 Настоящей артистке всегда девятнадцать. Возраст – это бестактность природы. И она приехала в Москву в девятнадцать лет. Она начала сначала. И она победила. Как победил ребенок влюбленный и сумасшедший человек. Человек – театр. А для нее вне театра нет жизни. Для нее без влюбленности в режиссера нет искусства. Я завидую ей. Она счастливый человек. «Кто из нас положали?» «Вы?» «Вот!» «А почему?» «Да потому что я работаю. Я чувствую. Я постоянно в суете. А вы все сидите на одном месте. Вы не живете. И потом у меня правило. Не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать. Расскажите вы, милая, святые мои. Затем я корректно, как англичанич. Я, моя милая, держу себя всегда в струне, как говорится. И всегда одета и причёсана, помысла. Чтоб я вышла из дома. Да хотя бы в сад. В блузе. Не причёса. Да никак. Да никак. Оттого я и сохранилась. Что не была фифёлой. Не распускала себя, как некоторые. Ну? Хоть пятнадцатилетнюю девочку взять? Да. Но я всё-таки. Брададамушка. Итак, на чём же мы остановились? Кажется, кажется. Так как хочет, как может. Ну пусть он пишет. Как хочет и как может. Только пусть оставит меня в покое. Ну, Питер, ты сильный. Я не любит тебя. Я женщина. Я женщина. И я не сержись. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Это на то он греет. Это на то он греет. Эфир. 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ